В деревне в летней кухне Оля находит свои портреты, сделанные Николаем. Бабушка напоминает Оле о влюбленном художнике, уговаривая ее забыть Сашу. Потемкин подозревает в покушении на Роберта и его помощника Илью Голубева и устанавливает за ним слежку. Саша и Вадим делятся своими переживаниями. Вадим страдает от разлуки с Эллой, Саша тоскует поисчезнувшей Оль. Так, дружок, и что же мы здесь будем делать? Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, принес? Да, конечно. Вот это вот уже интересно. Молодец. Я смею предположить, что в пакете маленькая бомба. В наших глазах готовится теракт. Ваша версия. Тихо ты. Так, быстро звони Потемкину и сообщи об этих телодвижениях. А я за этим фруктом. Папа. 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 Прости меня, пап. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Как и вообще. Ой. Давай, сейчас так. Давай, реже. Алло! Алло! Ваня, у нас что-то горит? Вот, сложное блюдо решил себе приготовить. Сложное блюдо, яичница, да? Ой, Ваня, горе-то мое. Будешь? Нет, минуточку, а как такое может быть? По контракту, поставкой отделочных материалов занимаемся мы. Как они могли передать этот заказ другой фирме, скажи мне? Нет, то есть ты не в теме. Понятно, понятно, значит я буду заниматься сама этим, да. Пока. Черт. Сонь, ты можешь позавтракать нормально, как человек, и не думать о своей работе. Да я не могу не думать, как вот тут вот можно не думать. Но как я не думаю о своих нераскрытых уголовных делах, когда ты рядом со мной? Ну так это и не думай. Да Роберт, он нарушает все договора. Я, моя фирма должна поставлять все материалы. Он отдал этот заказ другой фирме. Как такое возможно? Я Саньку специально приставила к нему, чтобы он в том числе и это отслеживал. Так ведь нет, это бессмысленно. Бестолку. Вчера тоже, вместо того, чтобы поехать на стройку, пьянствовала с Вадимом. В общем, короче, похоже, я ошибалась. Не пошла ему женитьба на пользу. Нет, по-моему, ты очень строга к нему. И ждешь быстрых результатов. А по мне все нормально. Абсолютно все нормально. У тебя очень хороший сын. Отличная сноха. Сонечка, ты просто устала. И тебе нужно отдохнуть. Я правда устала. Санечка. Давай мы с тобой куда-нибудь поедем, а? Представь себе. Куда-нибудь на море и океан, на остров. Почелкин. Слышишь? И тебя скули. Белый песок. Ты лишишь ушло. Распластавшись, представляешь? Распластавшись. Да, из холодного бокала ты потягиваешь. А сок манго? Да, сок манго. Дорогая моя, ты обо всех поставках своих через два дня забудешь. Ой. Ну, поедем? Ну, когда-нибудь, может быть. Как всегда, может быть, когда. А что мы планируем на послезавтра? Интересно, и что же мы планируем на послезавтра? Угу. Ну, ты что, забудешь-то? А что я должен помнить-то? Потемкин, у нас годовщина, знакомство. Молчи. Бомбалея моя. Море, белый песок. Так. Все нормально. Чайки. Все нормально? Мама. Ну, поверь мне. Угу. Господи, надо же так, а. Ванечка, смотри, вот статья интересная. Отстрел бизнесменов. Про Роберта Герца как раз пишут. На, почитай. Слушай, мать, как бы и меня этот отстрел не коснулся. Я ведь тоже бизнесмен. Так, все. Не надо тебе читать эту статью с таким настроением. Вообще не надо газеты читать, Ваня. Ну, ты не выбрасывай, я вечером почитаю. Угу. Так, я сегодня к Вене еще заеду. Надо навестить. Да, навести, навести. Ему уже можно разговаривать, он тебе обрадуется. Угу. А Ольга что, в деревне поселилась? Что она там забыла? Ваню, там тихо, спокойно. Никто ее не дергает, между прочим. Ее и здесь никто не дергает. По крайней мере, в последнее время. Взяла, рванула, ни с того ни с чего. Может, у нее там мальчик? Откуда? Я не знаю, откуда. Но должно быть какое-то логическое объяснение, почему наша дочь себя так ведет. Вот ты, мать, ты должна знать, что с дочерью происходит. Ванечка, а ты отец, и что теперь? Вот все знать про своих детей и объяснять их логические поступки, не самое главное, понимаешь? А самое главное, это их по-настоящему просто любить, Вань. И Оле как раз вот наша с тобой любовь и забота очень нужна. Лиза, у нас разные взгляды на воспитание. У нее сейчас четвертый курс, самый ответственный момент в жизни. Любить. Строгость нужна. До вечера. Знаешь, бабуль, мне кажется, я все поняла. Никто не виноват в моих проблемах и ошибках. И виновата только я сама. Ага. Надо как-то дальше жить. А время, может быть, само как-то расставит все по местам. Ну и очень хорошо, что ты все поняла. Ведь сердечные дела, они, знаешь, какие. Если нельзя распутать, то надо рубить с плеча. Да. Наверное, ты права. Бабуль, я сегодня, наверное, домой поеду. Так что, если вечером не приду, ты не переживай. Очень хорошо, очень хорошо. Конечно, поезжай. Ведь родители, они, небось, там теперь с ума сходят. Ты думаешь, им безразлично? Где ты? Что с тобой? Ну? Не знаю. Ну, недолго мы будем ждать. Здрасте. О, вот он, Сокол. Толик, Соколик. Васин Расколбасин. Разговорчики. Виноват. Докладывай. Значит так, вчера Илья Голубев встречался с неким Петровым. Так. В общем, я пробил, значит, он не привлекался. Имеет хорошую репутацию, так что вполне могли встречаться по работе. Но мы можем устроить допрос, как бы обыск. Нет, пока еще рано. Про слушка тоже пока ничего не дает. Да. Что же это за дело такое? Ни к чему не прицепиться. Но все равно, с Голубева глаз не спускать, понятно? Есть. Так точно. Приветик. А я смотрю, ты вся в работе. Да, я вся в работе. А как Антошка? Да ничего, нормально. А почему она здесь посторонняя, а? Я зашла навестить подругу, что нельзя? Значит так, не надо, пожалуйста, отвлекать моих сотрудников от работы. И потом я, по-моему, ясно дал понять, что не потерплю твоего присутствия здесь. Рит, какие ж мужчины пошли? Мелочные и мстительные. А с такими, как ты, по-другому нельзя. Только так. Прошу на выход. Интересно, а он так всех будет убирать со своего пути? Как смешно. Повторяю для особо одаренных. Только таких, как ты, которые небо попросту коптят. Ритуль, слава Богу, не все обо мне такого мнения. А ты еще пожалеешь. Папа, можно я на пару часиков уйду? Да, конечно, можно. Я даже не спрашиваю, зачем. Я знаю, у тебя могут быть только веские причины. Ну да, так и есть. Ну ладно, я пойду. Всего хорошего. Да, Гриш, здравствуй. Здравствуй. Слушай, я тут решил Сонечке в честь годовщины нашего знакомства подарочек прикупить. Да, в антикварном магазине нахожусь. Вот одну тут деревяшку присмотрел. Не проконсультируешь? А то что-то я не уверен в качестве. Очень хорошо. Через сколько ты будешь? Отлично. Ну все, я жду. Олька! Привет! Привет, Мариша. Слушай, ну ты куда пропала-то, а? Я у бабушки была. Я так и подумала. Я к тебе приходила, никого не было. Я звонила тебе домой, твой папа взял трубку. Так со мной разговаривал, что я чуть не подумала, что я действительно на тебя плохо влияю. Ты что? Ладно, побежим, опаздываем, потом все расскажешь. Хорошо. Ну? Антошка уже поправляется. Слава Богу. Так и норовит выписаться. А Роберт, как у вас с ним дела продвигаются? Да, продвигаются. Роберт вообще милашка. Вот Вадим сволочь. Сегодня прихожу в клуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Красоту пришла наводить. Да? Угу. Мы сейчас такую красоту наведем, что мужикам мало не покажется. А зачем Маньке мужики? У нее же муж есть. Как семейная жизнь? Нормально. Когда на Кристину позовешь? Угу. Не представляю. Сашку отцом. Ух-х-х-х. Ух-х-х. 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 Ух-х-х-х. Ух-х-х-х. Ух-х-х-х-х. Ух-х-х-х-х. Ух-х-х-х. У нас замуж-то как удачно выскочила, а? А мужика отбить у такой барышни, как ты, дело непростое, а? Да не очень-то он мне и нужен был. Слушай, а может она вправду беременна? У них у беременных у всех крыши не на месте. Смотри, как выскочила. Ну? Олька, так все-таки что случилось? Ты чего в деревню сбежала? Проблемы были. Так всю жизнь не будешь бегать от проблем? Нет. Пора рубить канаты. Чего? Сейчас, подожди. Это он. Пусть мама учится. Бабушка говорит, что ими им не храним, потерявшим плачем. Вот пусть поплачет, ему полезно. Ну, ты даешь. А я, а ты как сама? Что новенького? У меня все по-старому. Ничего нового. Вот скорее бы от родителей сбежать. Тогда начнется настоящая жизнь. Да, это точно. А ты Вовку не видела? Видела. Как раз когда к тебе приходила. Ой, слушай, он сказал, что у него отец в больницу попал. Что? Что ты сказала? Когда это было? Вчера он как раз к нему побежал. Папочка мой, боже мой. Марина, я в больницу. Ну, Ваня, не томи, что скажешь-то? Ага. 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 Вот что я тебе скажу, Гриша. Все-таки для такой женщины, как Софья, эта вещь вряд ли подойдет. Послушай, я вспомнил, у меня на примете есть один комод. Если его в моей мастерской отреставрировать, будет просто конфетка. Ну и славно. А это нет, нет. Пойдем. Пойдем. Угу. Элла, вот так встреча. Добрый день. А я была в салоне у подруги, поболтались с ней, немножко развеялась от своих проблем. Кстати, насчет проблем. Помнишь, я тебе обещала, что все проблемы буду решать я. Ты и так очень много для меня сделал. Спасибо. Ничего не говори. Пойдем. Можно? Ой, какие люди к нам. Ну, проходи, проходи. Боже, ты… Ольга, ты все хорошейше-хорошейше, а? Ой, да. Ладно, дядя Винь, вы тоже очень хорошо выглядите. Да? Ну, спасибо. Вот видишь? Так, Олька, давай, ты садись с папой пообщайся, а я пойду пока пообщаться. Я посуду помаю. Давайте. Садись. Ну, как вы? Ну, во-первых, молодец, что пришла, а я замечательная, хорошо. Ну, что, по мне не видно. Только я вот переживаю за Вовку. Понимаешь, Оля, ну… Ну, как это говорится, если со мной что-нибудь случится, ты уж, пожалуйста, его не бросай. Ладно, ты присмотри за ним. Так, дядя Винь, вот давайте оставим эти разговоры. Что это такое? Никаких, если что, не будет. Вот. Ясно вам? Вот так. Ясно. А за Вовку я и так все время присматриваю. Ну, почти на правах сестры. Да. Жалко, что не на правах жены. У нас все это было оговорено. Все оговорено. И то, что мы являемся основными поставщиками стройматериалов, тоже оговорено. И есть конкретные позиции, закрепленные за нами. На, вот посмотри. Основным не значит единственным Софья Григорьевна. Зай, моя, ты сейчас учить меня вздумал, что ли? М? Ты мне ликбез устраиваешь? Я сама без тебя все это знаю. Если ты засунешь нос в документы, ты увидишь, что там прописаны позиции, которые закреплены только за нами. Яллочка, с сотрудником погуляй по офису. Пусть у меня его тебе покажет. Я присоединюсь к тебе через 10 минут. Зай. Зай. Здравствуйте, Софья Григорьевна. Здравствуйте, Роберт Андреевич. В чем сыр Бор? Позвольте узнать. Да все из-за отказа от наших поставок. Мне тут намекнули, что я вообще уже не основной поставщик. Да нет, я только скажу… Подожди, Илья. Софья Григорьевна. Да, Роберт Андреевич. Ни о каком отказе не может быть и речи. Все остается в силе. Просто из-за приостановки работ на объекте номер 6 мы, естественно, и остановили закупку стройматериалов. Да, а у меня другие сведения, что вы покупаете стройматериалы только через другие фирмы. А смысл? Ведь условия закупки с вашей фирмой у нас самые выгодные. Не знаю. Софья Григорьевна, я могу поручиться за все свои слова. Вы можете мне поверить и при желании все проверить. Я не собираюсь проверять. Потому что доверяю вам. Спасибо. Только не пойму, почему ваши сотрудники-то не могут так же вот ясно и прозрачно мне все объяснить? Почему они не могут? Поехали. Олька наконец-то появилась. Ну, что там у тебя еще стряслось? Это долго, объясняйте. А я никуда не спешу. Вов, там все сложно. Это и настроение не уйдло. Что врачи говорят? Что говорят? Ничего не говорят. Обследуют, наблюдают. Здоров, Вовка. Как отец? Что я могу сказать? Более-менее. Ага. Иди сюда. Скажи спасибо, что больница не то место. Выпорол бы тебя за твоего крутаса. Ничего. Дома поговорим. Где он? Прямо в третьей палате. У вас, наверное, такая интересная работа, да? Да, всякое бывает. Мне очень понравился ваш офис. Вы так хорошо в нем гармонируете. О! Ну что? На старичков потянула? А что делать? На молоденьких мальчиков меня не тянет. Ты сейчас на что намекаешь? Ну что вы, что вы, Софья Григорьевна? Никаких намеков. Я про сына, про вашего, про Сашу. Так и остался. С сопливым маленьким мальчиком у вашего каблочка. Я… Ай, дырень такая. Так, ну, продолжим. Рассказывайте дальше, что у вас тут интересного, нового. О! Ну что? Какие новости на любовном фронте так и мечутся между двумя девушками? Вадик. А пометаться между двумя красивыми женщинами, я считаю, не грех. Угу. Согласен. Только, Саня, смотри, дождешься, пошлют тебя эти обе две красивые девушки куда подальше. Одна, по-моему, так уже и сделала. Уволь, что ли? Смотри. Алло. Привет. Ну, чего звоню, соскучился я? Да, в самом деле. Ну, еще я согласен, что нужно расставить все точки в наших отношениях. Ну, приезжай в клуб. А в чем проблема? Шумно. Ну, хорошо, давай в кафе увидимся тогда. Чего? В кафе, говорю. Да. Все, тогда еду. Еду. Понял? Понял. Алло, надо расставить все точки на ады. Ладно, давай. Давай, она сейчас тебе расставит все точки на ады. Я погнал, созвонимся. Сонечка. Ой. Здравствуй, дорогая моя. Оказывается, мы с тобой ходим одними тропами. Может, нам подходить вместе? Гриша, давай мы дома поговорим с тобой обо всем хорошо. Так, подожди, я не понял. Что за муха тебя укусила? Навозная. Под названием Элла. Элла? Да. Еще вчера никому не нужна была. Еще вчера никто замуж не брал. А сегодня она королева. Подожди, подожди. А это, случайно, не та Элла, которая встречалась с твоим партнером по бизнесу или иным? А теперь встречается с Робертом Герцем, правильно? Правильно. Да, это та Элла. И что? Ну, вот она-то мне и нужна. Зачем? Сейчас порву ее, как тузик-грелку за то, что тебя разозлила, и все. Ну, хорошо. Давай дома встретимся. Ну, ты не задерживайся. Хорошо. Ну, удачи тебе с Герцем. Спасибо. Добрый вечер. Привет. Ты меня любишь? Оль, ну что за вопрос? Конечно, люблю. Это, по-моему, ты меня разлюбила. Как-то странно ведешь себя в последнее время. То исчезаешь, то на звонки не отвечаешь. Ну, ты меня не особо-то искал. Ну, что ты от меня хочешь? Я уже не в том возрасте, чтобы бегать за тобой, как юноша какой-то. Ну, давай. Расскажи мне про свои старческие болячки. Давай, очень интересно. Давай. Нет. Я тебя хочу послушать. Саш, в общем, я решила. Если ты меня любишь, то нужно что-то делать. Что? Разведись с Аней. Так, а ты уже не боишься, да, как она на это все отреагирует? Отреагирует. Боюсь. Но то, что мы делаем сейчас, это в сто раз хуже той правды, которую она узнает рано или поздно. Роберт Андреевич, к вам майор Потемкин. Давай, пусть заходит. Прошу вас. Элла, извини-ка, мне должностное лицо. Здравствуйте. Подождите, пожалуйста. Я пришел сюда, чтобы поговорить о вас, Элла Андреевна. Ну, раз вы здесь, Роберт Андреевич, мы можем пообщаться в вашем кабинете? Да, пожалуйста, если он вам подходит. Конечно. Тогда я вас оставлю одних. Будьте любезны. Малыш, ну, ты все правильно говоришь. Все верно, но не та сейчас ситуация. Ну, ты же слышала, наверное, что было совершено покушение на господина Герца. А мы все вместе с ним работаем. Мы все связаны. Один проект. Поэтому мы, ну, можно сказать, мы тоже в опасности. Сейчас такая напряженка. Ну, не буду я сейчас разборки устраивать дома. Ну, не та ситуация, поверь. А когда будет та ситуация? Ну, чего ты так переживаешь, ну? У тебя что мало, что я рядом с тобой? Что я тебя люблю? Мало. Потому что я скучаю. Я хочу все время быть рядом с тобой. Я не хочу скрывать свою любовь. Девочка моя, ну, я тоже хочу всегда быть с тобой. Ну? Может, поедем на дачу, а? На дачу. Слышь, мне кажется, что вся твоя любовь сводится только к даче. Ну, это неотъемлемая часть отношений. Я люблю тебя. Я хочу тебя. Чем больше я люблю, тем больше я хочу. Ну, вот если ты меня действительно любишь, то ты разведешься с Аней. И тогда я буду вся твоя. Оля, если ты меня действительно любишь, то ты никогда мне не будешь ставить таких жестких условий в наших отношениях. Хорошо? Элла Андреевна, я хотел говорить, в принципе, не о вас, а об одном вашем знакомом. О Вадиме Ильине. Ах. Да, был такой среди прежних знакомых. Меня, собственно, интересуют ваши с ним отношения. Ну, с какой целью вы интересуетесь? Ах. Хотя я догадываюсь. Вы абсолютно правы. Это связано с делом о покушении господина Герца. Мы рассматриваем различные версии, в том числе и личные мотивы. Вы знаете, мне есть что сказать. Вадим, он, он злопамятный и мстительный человек. Поэтому мы расстались. Ведь мы с ним встречались, я думаю, вам это известно. С ним было невозможно общаться. И даже работать. Поэтому я была вынуждена уволиться из фитнес-клуба. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сами уволились или вас все-таки уволили? Вы знаете, если быть честной до конца, я, конечно, хотела уволиться. Но он опередил меня. Уволил. Сразу после того, как я отказалась с ним встречаться. Угу. Вы знаете, Вадиму кругом мерещились враги. Так. Ну, так называемая мания преследования, что ли. Кругом конкуренты, соперники и все в сговоре против него. Угу. Вы знаете, мне кажется, что этот человек способен на убийство. Да, очень интересно. Да. Я видела его с приятелями. Вот это точно темные личности. Так, фамилии, имена вы знаете? Нет, нет. Я видела их пару раз. И издалека. А вот еще что. Я хотела рассказать о том случае. Ну, я имею в виду налет на фитнес-клуб. Так. Вадим грозился, что не оставит этого просто так. Что человек, который подставил его, поплатится за все. Очень интересно. Элла Андреевна, извините, вы бы могли прийти ко мне в управление и оформить ваши показания? Да, конечно. Я готова подписаться под каждым словом. Очень хорошо. Благодарю вас. До встречи. Все нормально? Теперь уже да. А до этого? Когда он пришел и сказал, что он хочет поговорить обо мне, я подумала, что меня в чем-то подозревают. Эллочка, какой ты еще ребенок. Тебя, наверное, в детстве милиции пугали, да? Да. Ладно. Хочешь со мной поехать вместе к Антону? Ты еще спрашиваешь. Отлично. А потом я тебя отвезу домой. Хорошо. Поехали. Поехали. Оль, погоди. Да ну подожди же ты. Ну куда ты убегаешь опять? Ну мы же не договорили. Я все сказала, Саша. Если ты считаешь, что мои чувства можно использовать как разовое развлечение, то ты ошибаешься. Так, подожди. Да если бы ты была по разовому развлечению, ну разве я бы так за тобой бегала? Саша, я устала быть обманщицей. Я так больше не хочу. Я не хочу тебя ни с кем делить. Ну неужели ты думаешь, что любовь и обман это одно и то же? Ну себя ведь мы не обманем. В общем, я приняла решение. Когда ты определишься, позвоним. Поговорим. Поговорим. А ты куда? Ой. Уложись немедленно. Ты что? Привет. Ах ты какой герой. Ну здравствуй, друг. Да я уж устал лежать. Здрасте. Выздоровляешь? Ага. Антошка, может что-нибудь надо? Не, ничего не надо. Как здорово, что вы пришли. Ну как здесь персонал? Как тебе вообще здесь? Ухаживают за тобой? Здесь очень хорошо. Мне очень здесь нравится. Смотри, а вот как. Прям как частная клиника какая-то. А вы садитесь. Фрукты, Ильич. Спасибо. Не шевелись. Че там, как дела? На стройке? Да все в порядке, все идет по плану. Все хорошо. Ромаш Танович, а можно спросить у вас? Да. Я просто хотел узнать, из-за чего все это, весь этот сыр-бор. Ну если не секрет. Ну если как бы вкратце и по сути дела. Ты понимаешь, я бы хочу построить принципиально другой проект, который кардинально отличается от всего того, что построено в нашем городе. И создать новую структуру домов, которые будут доступны простым людям. У этих домов будут жить и строители этого микрорайона. А люди, которые готовы работать в нашей инфраструктуре, тоже смогут получить квартиры по льготной цене или в рассрочку. То есть как им будет удобно. Между прочим, эту идею поддержал город. И сейчас конечно рано говорить, но вопрос вынесен на уровень мэра. О том, чтобы возникла возможность предоставлять субсидии молодым семьям. Это очень важный вопрос. Которые тоже, да, могут покупать квартиры в данном жилом комплексе. Так а что, в рассрочку все будет, что ли? Ну, не все, но часть квартиры конечно будет продана достаточно дорого. То никаких инвестиций не хватит поддерживать такой проект. Льготников тоже выбираем на конкурсной основе среди учителей, врачей, инженеров. Я считаю, что эти люди всегда есть и были достойны качественного жилья. Вот, поймите, это моя идея, это своего рода такой новый мир, что ли. Если хотите маленький коммунизм. Правда, внутри одного города. Круто. Если честно, если б я вот не видел своими глазами, я б не поверил никогда. Да. Есть, конечно, да, люди, которые не верят в реальность данного рода проектов. Хотя я сам по себе оптимист. И специалисты меня поддерживают в этом. Они просчитали рентабельность экономического этого проекта в плюс, вплоть до копейки. Ну, если честно признаться, немножко чувствую себя одиноким, что ли. Никто не хочет помогать. Все сам. Вот. На меня можете рассчитывать всегда. Честно? Спасибо. Спасибо, Антон. Спасибо. Роберт. И на меня тоже. Приятно, спасибо. Сок хотите? А, да нет, спасибо. Да просто не могу уже пить его. Саш. Аня, я… я должен с тобой серьезно поговорить. Я должен кое в чем тебе признаться. Я… просто не могу больше тебя обманывать. О, да – я думаю. Стоит. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok